Саид, привет. Добрый день. Хотел отдельно с тобой обсудить после эфира ключевые вопросы и, конечно, в первую очередь интересно твое мнение, вот как со стороны практика, какие угрозы ты видишь ключевые риски, которые возникают при переводе сотрудников на удаленку и на которые нужно обратить прямо наибольшее внимание безопасности. Да, смотри, при переводе на удаленку организации у нас, в принципе, периметр немножко меняется и если разграничивать, я бы делил бы на три зоны. Первая зона это, я бы ее называл неконтролируемая зона, это зона удаленных армов, вторая зона это все, что касается обеспечения каналов связи, безопасного канала связи и третья это уже там зона корпоративных сервисов и от этого уже бы отталкивался там и по угрозам и по противодействию этим угрозам. По поводу первой зоны неконтролируемой, да, конечно, это эндпойнты, это рабочие места, которые в концепции удаленной работы стали главной точкой входа в инфраструктуру для злоумышленника и на самом деле достаточно легкой точкой входа, потому что, как мы уже ранее обсуждали, да, есть там сотрудники, которые работают на своих личных устройствах, есть сотрудники, которые работают на корпоративных устройствах и здесь на самом деле очень много возможностей для, для атак, для проникновения злоумышленника, ну и плюс, как мы говорили уже это недостаточное внимание уделяют организации именно защите эндпойнтов. Ну и плюс там легче работать и социальные инженерии. Социальные инженерии, конечно, особенно в рамках пандемии, когда все очень опасаются коронавируса, да, особенно как это было в прошлой весной, да, когда еще и недостаточной информации было, было много паники и так далее, да и здесь там реализация фишинга, она мне кажется была вообще простой, все, все способствовало этому. Если не получилось с эндпойнтами, то делаем атаки на, на шлюзы, на фаерволы и так далее, потому что выясняется сейчас тоже очень много новостей о том, что находятся какие-то критичные уязвимости, уязвимости нулевого дня в решениях разных вендоров, поэтому здесь тоже, ну и плюс, конечно, не исключаем, да, недостаточную, да, недостаточно корректную настройку, настройку оборудования, сервисов, да, и так далее. Вот, ну а про корпоративную сервис, здесь, наверное, в рамках удаленной работы здесь ничего интересного не скажу, здесь как бы у нас там все под контролируемой, в контролируемой зоне, здесь все достаточно. Единственное, что здесь, наверное, тоже важно понимать, что, если мы говорим о контролируемой зоне, что если удаленный сотрудник попал уже в периметры, да, то, наверное, надо уделить больше внимания микросегментации сети, да, чтобы у него не было, как раньше, да, там, доступа к практически сети всей компании, да, что если он подключается, он там видел ограниченное количество ресурсов, желательно только одну свою, может быть, там, рабочую станцию или, может быть, там какой-то ограниченный набор сервиса, верно? Да, ограничения по его, во-первых, полномочиям, да, и сегментация, да, как и сетевая, так и по приложениям, да, это достаточно эффективная мера защиты. Да, вот ты очень интересно рассказывал про анализ поведения с пользователей, да, за удаленным рабочим местом, да, и то, как это можно использовать, там, для обнаружения каких-то аномалий, в том числе, там, отсечь штреат атак, которые другими способами практически не астентифицируются. При помощи каких средств вот это делается, скажи, может быть, об этом более подробно. По поводу мониторинга поведения, да, здесь, во-первых, надо отталкиваться от того, что так или иначе нам нужно контролировать или, как минимум, там, получать информацию от всех компонентов нашей системы корпоративной. Это и удаленные места, и корпоративные сервисы, то есть нам нужно смотреть логи и со стороны сотрудника, и на стороне наших серверов, и, конечно же, на стороне, там, сетевого оборудования, все это как-то вместе коррелировать и выявлять, выявлять аномалии с помощью каких средств. Мы в нашей практике, на самом деле, разрабатывали такие небольшие агенты, которые позволяли нашим заказчикам не собирать, там, с каждого, с каждого СЗИ отдельно, отдельно логи, да, сначала один какой-то небольшой такой агент, он забирает со всех СЗИ-шек локально логи, он их там компонует, смотрит, что лишнее, что не лишнее, что витуально будет для офицеров ИБ, что нет, и оттуда уже потом, ну, еще в условиях такого, возможно, нестабильного или слабого канала связи, там уже отработанные, да, там, нормализованные события уже отправляет на систему. По поводу аномалии, здесь, конечно, системы класса UBA, да, здесь все достаточно прозаично. Ну, то есть это SHL-CM, HTV-BA, да, и вот основная какая-то, да, основная связка, вот, да, из-за этих этих решений, и она достаточно эффективна, да, конечно, требуется для UBA немного времени, да, как мы и говорили, что возможны какие-то отдельные случаи, которые будут сильно выбиваться, но будут, на самом деле, там, типа, легитимными действиями сотрудников, но, опять-таки же, это дело времени, дело, ну, мне кажется, это полезное дело, да, там, дело все автоматизировать, особенно в таких сложных условиях для отдела информационной безопасности. Да, аж хорошо, а почему не используете, например, такие прогрессивные вещи, как, например, там, EDR, да, вот, что ряд вендоров прям так очень активно за эту тему штуратуют, да, что нужен некий, там, отдельный агент, который будет прям всю телеметрию нужную собирать, мы ни на что больше не базируем, ну, то есть не полагаемся, да, то есть вот у нас есть некая универсальная точка присутствия на Endpoint, и мы оттуда все, как бы, видим, и потом передаем это дальше. EDR, да, это такое, на самом деле, Segurity Endpoint Protection, да, это в идеале, на самом деле, EDR должен быть, в принципе, не только там в рамках удаленного доступа, да, и мы вообще должны к безопасности организации подходить уже с такой точки зрения, что мы предполагаем, что у нас уже злоумышленник внутри, и поэтому такие решения, как EDR, XDR, они, они на самом деле актуальны, и даже Гартнер их рекомендует использовать в, особенно в условиях удаленного доступа, да, почему нет, DR, XDR, это хорошо. Хорошо, да, если вот для наших зрителей, что выделить, может быть, три основные совета, да, вот, что раз, два, три, по тому, как сделать удаленную работу и удаленный доступ к корпоративной сети, что безопасно, что бы, может быть, ты бы порекомендовал бы по убыванию важности, да, вот, сделать какие меры, там, не знаю, использовать средства защиты, аж наложенные или строенные, то есть... Первое, что я сделал, как я уже и говорил до этого в эфире, первое, это, наверное, все-таки надо определить критичность сервисов, определить сотрудников, которые будут подключаться к тем или иным сервисам, определить их уровень доверия, и уже от этого формировать набор средств защиты информации, которые мы будем имплементировать. Как я и ранее сказал, да, в этом можно сделать один вариант с безагентским решением, когда мы просто делаем витрину приложений и там уже используем, там, сессионный фрод и, там, адаптивную аутентификацию, что-то, что-то вот в этом вроде. Дальше мы уже начинаем накидывать СЗИ уже непосредственно на удаленное рабочее место, мы говорим, что нам в первую очередь нужен, там, endpoint protection, нам нужен UEM, нам нужен VPN, да, и говорим, что вот по VPN, вот в таких условиях, когда мы тебя профилируем, мы понимаем, какой ты сетевой фай, когда мы понимаем твое, ну, там, IT окружение, сетевое окружение, мы, там, тебе даем доступ к таким-то сервисам. Дальше и накручивать, накручивать это дальше, там, с разной детализацией, да, то есть позволять, там, дать доступ к печати, да, дать доступ к локальной работе с конфиденциальной информацией, ну, и так далее, и так далее. Ну, и, как бы, с точки зрения угроз, да, все-таки отталкиваться, вот, там, от тех трех зон, да, которые я определил, мне кажется, все это в совокупности позволит грамотно проработать защищенный удаленный доступ. Ну, и еще раз, наверное, отмечу, немаловажный фактор – это все-таки общаться с сотрудниками, объяснять им азы безопасной работы на удаленке. Security awareness, да? Да, обязательно, потому что, опять-таки же, да, когда, там, сотрудник остается один на один, получается, с внешним миром в таких условиях, да, и особенно в условиях, там, пандемии, да, может произойти всякое. А вот как ты относишься к той истории, которую мы, что же на эфире, что обсудили, может быть, отдельно, я хотел бы на этом остановиться, что в домашнюю сеть ставить еще какие-то дополнительные устройства безопасности, да, что компания выделяет на это ресурсы, там, ну, не знаю, на какой-нибудь защищенный роутер, на какой-нибудь небольшой смешивый экран, такие, в принципе, тоже есть, да, там, для SMB, для хоум-офиса, да, вот, может быть, и такие сценарии. Лично я отношусь, ну, к этой теме, конечно, позитивно, но вижу в этом такую факультативную вещь, потому что кажется, что как будто бы уже организации пытаются выйти за предел, там, просто корпоративного устройства, а уже, там, контролировать и всю, там, всю остальную периферию и так далее. Кажется, что на данный момент это точно избыточно. Конечно, безопасности много не бывает, вот, но для кого, для, возможно, каких-то конкретных задач, да, как мы обсуждали, там, с таким криптошлюзом дома, да, возможно, для каких-то отдельных узких задач это имеет смысл. Угу. Видишь ли ты какие-то, может быть, дополнительные важные подводные камни, да, вот, при организации удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре, о чем, может быть, часто забывают, да, то есть вот мы говорили, там, о сценариях, которые часто используются, там, с доступом по RDP, что пример, да, вот многие считают, что VDI и VPN это некая такая, что универсальная и безопасная вещь, потому что, как бы, больше ничего не надо, может быть, что-то, что выпадает из виду, да, и есть какие-то важные моменты, на что стоит, там, отдельно акцентировать внимание на каких-то ошибках, так скажем. Наверное, я бы отметил то, что не стоит, там, делать безопасность ради безопасности, да, то есть четко понимать, для чего и как мы это делаем, вот, потому что, опять-таки же, вот сколько я, там, смотрел, там, вебинаров и так далее, и так далее, там, много где позиционируется, как VPN это такая вот панацея, мы установили VPN, у нас шифрованный канал, и супер, нет, на самом деле, это такое мнимое ощущение безопасности, да, уделить большое внимание в условиях удаленной работы, уделить вот именно на сторону, вот, на сторону сотрудника, на сторону удаленного рабочего места, как с точки зрения человека, как так с точки зрения ARMA. Ну, что получается, да, он именно, что выходит на первые планы, на острие, как бы, не на острие даже атаки, а вернее, он штрумирует поверхность атаки, да, для со стороны злоумышленников, в первую очередь, он, как бы, его видит, да? Да, раньше у нас периметр начинался с межсетевого экрана, сейчас периметр, наверное, вообще такое понятие становится размытое, и сначала на первом рубеже у нас становится удаленное рабочее место, и только потом уже межсетевый экран, межсетевое оборудование, и потом уже корпоративные сервисы. Хорошо, Саид, большое спасибо тебе за содержательное, интересное интервью, был рад тебя видеть на нашем эфире. Приходи к нам еще. Обязательно приглашать. Будем рады. Спасибо.